Будем начинать? Конечно, давайте. Да, я думаю, что вы хотели прокомментировать. Пожалуйста, вам микрофон. Ну, уважаемые коллеги, я как и раньше говорил, мы все люди военные и выполняем распоряжение Верховного Главнокомандующего. Вы все знаете, какой указ он прописал. Вот, я пользуюсь случаем, хотел бы через вас поблагодарить весь личный состав. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за совместную работу. Я думаю, что те начинания, которые мы здесь начали претворять в жизнь, о них мы достаточно открыто рассказывали и выполнили. По крайней мере, я выполнил все те обещания, в том числе и для личного состава, о которых я заявлял по прибытию или при заступлении на должность. Мы укрепили материально-техническую базу. Мы создавали нормальные условия для работы личного состава. По крайней мере, я думаю, что у личного состава сейчас появилось, на мой взгляд, уважение к самому себе. Плохо тот полицейский, который не уважает сам себя. А сам себя он должен уважать за свой профессионализм, за умение помочь гражданину, за то, что он всегда рядом и готов прийти на помощь. И мы это видели, наверное, каждое благодарственное письмо от граждан, оно было приятно. Конечно, были и такие сотрудники, которые приступали закон. В этой связи мы не затаивали то, что случалось противоправно в нашей среде. Более того, мной была дана команда, и мы в рамках деятельности оперативно-розыскной части по собственной безопасности отрабатывали эту тематику, если так можно выразиться, не давая спуску никому. Но все-таки я еще раз должен отметить то, что, по крайней мере, у ребят начали гореть глаза, и они начали в какой-то мере гордиться своей работой. И, наверное, самое отрадное – это то, что вчера при проведении соответствующих мероприятий в рамках учения «Крепость», введение вводных, и в средствах массовой информации это прошло, что главк, с учетом того, что 2012 год был мной объявлен годом профессионального мастерства, мы проводили это учение, было отрадно то, что при поступлении реального сигнала о происшествии, пропаже девочки, личный состав был переориентирован, и в течение часа мы эту девочку нашли. Вот это отрадно. Ну а так, в целом, я хочу сказать то, что слухов обо мне очень много, но они такие, как сказать, невероятные. Вся моя деятельность в органах внутренних дел, особенно на руководящих постах, она широко освещалась в прессе. Будучи на должности замминистра, мы подняли спецназ, мы занимались техническим переворужением, занимались внедрением информационно-телекоммуникационных составляющих технологий. Будучи в должности первого замминистра, я курировал вопросы общественной безопасности, охраны общественного порядка. Мы смогли удержать ситуацию в трудные для страны годы экономического кризиса. Потом была аттестация, я был переаттестован и назначен на должность начальника главка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на родину двух президентов, где проработал 7 месяцев, и мне не стыдно за свою работу. Все. Спасибо. Работаем в формате пресс-конференции. Я думаю, что у коллег-журналистов много к вам сегодня вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки. Представляйтесь. Да, пожалуйста. Я не могу сказать, потому что в указе президента причина не указана. Пожалуйста, не забывайте представляться. Это Антон Васильевич. Ну, первый вопрос. Первый вопрос. Обжаловать я ничего не буду. Это раз. Второе. Эффективность работаю как? Проголосую или что? Что под словом эффективно? Если эффективно обеспечил охрану общественного порядка, эффективно бы обеспечил охрану общественного порядка. Здесь вопросов нет. Спасибо. Со мной приехало 12 человек. Я думаю, что эти 12 человек вместе со мной немножко все-таки, дай бог, конечно, немножко внесли так называемую живую жизнь в жизнь коллектива. Причем приехали сотрудники центрального аппарата, те, которые имеют большой опыт управленческой деятельности, оформление документов, принятие соответствующих решений, команд и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда я говорю, что мы выполнили все свои обещания, и мы вышли с экспериментом, и мы, будем говорить так, решали вопрос организационного штатного построения главка. И ведь за это время, за 7 месяцев, хотя был сложный период, период был аттестации краткий, в короткий срок надо было переаттестовать личный состав, чтобы личный состав работал уже в новой штатной структуре, при численном сокращении 20%, которое происходило до нас, и я должен сказать, оно бездумно просто-напросто происходило, мы смогли выстроить такую систему, при которой вопросы охраны общественного порядка на безопасности граждан, они никаким образом не сказались, а наоборот. Наоборот, люди начали видеть полицию на улицах. Поэтому мы себя ощущали питерцами, но которые должны были как бы внести новое дыхание. Я считаю, что мы новое дыхание это внесли, и только время рассудит в плане того, как было, что было и как стало, или наоборот, как было и что стало. Мое пожелание, как бывшего начальника главка, чтобы город Питер, Ленинградская область, это был спокойный регион, это где была бы сильная полиция, и граждане этих регионов полицию уважали. А то, что там происходило, происходило просто, я собирал вещи, вот и все. Мы собирали вещи, да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, давайте я не буду комментировать эту ситуацию, да. Если вам интересно, вы можете по этой ситуации спросить, там, я не знаю, сотрудник и так далее, те, кто работает в аппарате главки. Мне просто не очень корректно комментировать данную ситуацию. Семь месяцев. Ну, а вы скажите, а что я сделал? Вот вы, как журналисты, вот вы сами, вот вы как сами, может быть, оцениваете мою работу? Ну, так вот, для меня это ваша оценка самая главная, чтобы у меня совесть была чисто перед вами. Поэтому, я говорю, может быть, я не знаю. Вы понимаете, ведь каждый руководитель, да, имеет свою точку зрения. Моя точка зрения была несколько иной, в том числе и на происходящее реформирование. Но я продолжал работать, потому что я считал своим долгом, что в процессе становления органов внутренних дел в новой форме и образе, я со своим опытом, я смогу что-то внести, какую-то новую лепту. По крайней мере, сделать что-то более эффективно. И вот тот эксперимент, который мы предлагали, это как раз тот эксперимент, который исходил из того, что численность наружных служб была сокращена. И мы изыскали возможности увеличить присутствие полицейских на улицах. И та наша тенденция, которую мы взяли, о которой, кстати, сегодня президент говорил, коллеги, о том, что надо сокращать аппарат управления и отдавать людей вниз. Пожалуйста. Мы это сделали в декабре, у нас 1 января, аппарат управления вне ведомственной охраны, мы изыскали возможность, мы его сократили на 90 сотрудников, сократили, грубо говоря, полковников, майоров, перевели их в сержантов, лейтенантов, посадили в машины, в мобильные группы задержания, и 15 экипажей дополнительно ежесуточно стало выходить на улицы. Все, что говорил президент и так далее, мы это уже начали делать. Так же, как и система ИТКС, информационно-техническая система, которой я занимался с 2005 года, которая сейчас обеспечивает возможность входа в информационные базы данных с любого уровня, начиная от постового полицейского, заканчивая, я не знаю, там, вот у нас здесь уже на катере это все установлено. С воды можно это брать в режиме реального времени. И это все проходило, это все под патронажем, в том числе и министр внутренних дел. И это мы начали, это не работа 2010 года, 2011, как некоторые пытаются представить, что это что-то новое. В 2005 году уже было запущено 5 пилотных регионов. Почитайте, вернитесь к архивам. Там все написано. Чем я занимался, если вы хотите знать. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Я думаю, может климат у вас такой. Сырой. Может климат такой. Пожалуйста. 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 Вы знаете, здесь палка как бы о двух концах. С одной стороны, мы проводим учения, и мы должны отрабатывать все те свои действия, которые мы должны отрабатывать в реальной обстановке. С другой стороны, да, мы действительно на какой-то период создали неудобство гражданам. И я извинился перед гражданами за это, да, это действительно мы создали неудобство, да, и еще раз готов извиниться перед гражданами за это. Но в то же время личный состав отработал все, как говорится, в режиме реального времени. И то, что касается поиска девочки, поверьте мне, да, дай бог, вернее, не дай бог, это вот я говорю, да, о том, что это счастливая случайность, что именно в этот день мы проводили эти учения. Это счастливая случайность, что они не закончились раньше, понимаете, иначе мы бы, я не знаю, мы дольше бы ее искали, и неизвестно бы, нашли бы или нет. Мы в экстренном порядке сразу при поступлении, вот как заявление, как мама сказала ее, мы в экстренном порядке перебросили туда 750 дополнительно сотрудников органов внутренних дел. Причем все были нацелены на поиск девочки. Понимаете, я считаю, что это вот, это счастливая, хорошая счастливая случайность. Поэтому учение, я думаю, мы провели как раз именно в тот день и в то время, которое помогло спасти маленькую девочку. И не застал, что обнаружили девочку именно сотрудники ОВД по Колпинскому району? Которые как раз в рамках учения, в рамках расстановки, они должны были находиться вот в том районе. А так бы они бы находились дома. Спасибо. Пожалуйста, Ваш вопрос. Ну, Москва, вот сейчас на ближайшем самолете хочу вернуться. Так, ближайшие планы я написал, рапорт на отпуск. Чем буду заниматься, пока не знаю. Вот. Не знаю. Пожалуйста. С Георгием Сергеевичем у нас нормальные отношения. Ну, вы знаете, я думаю, с любым, с кем бы я не поговорил бы, наверное, сейчас бы, с руководителями, да, они скажут, ну что, ну давай, держись там, давай, все нормально, звони и так далее и тому подобное. Я не думаю, что ни один бы, что ни один бы человек бы не сказал, а, вот, сволочь, вот так тебе повезло. Конечно, хотя, есть такие некоторые, те, кто не привык отвечать в нужной степени за свою работу, за конечные результаты своей работы. У нас, к сожалению, есть люди, которые допускают, чтобы в течение 10 лет сотрудники ОМОНа жили в палатках, я уже говорил, в Кавказском регионе. Я горжусь даже тем, что вот я приехал, я решил этот вопрос. Мы договорились с правительством Чеченской республики, они нашли здание, выделили деньги, уже 20 человек живет в отремонтированном трехэтажном здании, 50 человек туда переедет до 23 февраля. Вот этим я горжусь. Я горжусь тем, что я сюда смог поставить технику дополнительной вне бюджетных источников, порядка где-то 200 машин. Что здесь появилось два катера на воздушной подушке. Что здесь, наконец-то, появился нормальный зал коллегии с информационной и телекомендационной системой. Что здесь, наконец-то, если не загубит, появится конная полиция. И 14 февраля уже они должны стоять в ряду. Вот этим я горжусь. А то, что касается какой-то внутриклановой борьбы, у нас есть руководство страны, которое определяет. А вот в этих всех играх, там, кто кого подсидит и так далее, кто какие интриги будет плести, кто на кого будет наговаривать, там, то-то, то-то и так далее. Понимаете, я никогда не участвовал, не хочу участвовать. Я сам офицер Советской армии. И мне стыдно, когда в Москве вдруг слухи идут о том, что вчера, когда мы проводили крепость, мероприятие, там пошли от некоторых товарищей звонки, в плане того, что Суходольский совсем сдурел, сидит в кабинете, обвешивался гранатами. И этим слухам в Москве начинают верить. Ну, это того стоило. Почему? Потому что мы нашли девочку. Спасибо. Есть еще вопросы? Сейчас назначено исполняющим обязанности Сергеевну. Сейчас исполняющим обязанности назначено. Сейчас исполняющий обязанности. Ну, вы знаете, я бы вам рекомендовал бы не гадать. Вот по своему опыту знаю, что, наверное, будет такая фигура. Но, опять-таки, это все верховный главнокомандующий. Я бы хотел, чтобы у вас был начальник главка, который был бы лучше, чем я. Спасибо. Давайте последний вопрос тогда. Сегодня, что ли? Ну, я не знаю. Понимаете, это не ко мне вопрос, потому что я уже личным составом, к тому же, не руковожу. Я личным составом не руковожу. Да нет, уважаемые коллеги, я еще раз, да, я хотел бы, пользуясь случаем, да, через вас обратиться. Ко всем сотрудникам, с кем я работал за все эти 20 лет, особенно, наверное, к сотрудникам спецподразделений, сотрудникам ОМОН, ОМСН, сейчас СОБР, авиационных отрядов. К моим коллегам, руководителям территориальных органов внутренних дел, к моим коллегам из центрального аппарата, просто их всех поблагодарить за совместную службу. Все, спасибо. Спасибо вам.